Идею о том, чтобы ввести в Таллине ночной общественный транспорт, предложили еще в прошлом году представители Таллинского молодежного городского собрания. Понятное дело, что сразу реализовать такой проект довольно-таки сложно, потому что трудно понять, насколько его реализация будет целесообразна тратам. Но ввести временный, то есть пилотный проект, вполне возможно, что столичные власти и решили сделать. Ночные автобусы будут отправляться от Балтийского вокзала. Согласно плану, их маршрут начнется, проходя вокруг старого города. Автобусы будут проходить через большинство важных узлов, доставляя людей в Мустаме, Исме, Ласнаме, Пахетален и обратно в центр города. Автобус номер 91 будет ходить в направлении Мустаме, номер 92 – в Яйке-Исме, номер 93 – в Пельгурана и номер 94 – в направлении Присли. Ночные автобусы начнут курсировать с 19 мая. Они будут работать с пятницы по воскресенье с интервалом в 30 минут, промежутки с полперого до пяти часов утра. Разработка линии ночного общественного транспорта отталкивалась от того, что в эти дни недели люди проводят свое свободное время не только в усилительных заведениях, но также они просто бывают в гостях или собираются, например, на работу. А поскольку жизнь в Таллине не заканчивается с последним трамваем, то и внедрение автобусов, работающих по ночам, смогут сделать легче возможность добраться до дома многим жителям-гостям столицы после того, как часы пробьют полночь. Деньги на пилотный проект в бюджете Таллина предусмотрены. Сейчас стоимость этого проекта составляет порядка 240 тысяч евро. До 300 тысяч может этот бюджет увеличиться. Именно такая сумма заложена у нас сейчас в бюджете. Сколько в итоге могла бы стоить стационарная система ночных автобусов, пока говорить рано. Повторюсь, это пилотный проект. Мы хотим попробовать, посмотреть, получить данные, потому что мы будем считывать количество пользователей в автобусах. Ну а после 17 сентября, когда этот пилотный проект подойдет к концу, столичные власти уже смогут дать более детальный ответ относительно целесообразности ночного общественного транспорта далее. Хочется надеяться, что если он будет востребован, то он также будет всегда в приличном состоянии. И некоторые, так сказать, загулявшие выходные граждане, отправляясь на нем домой, не испортят его никоим образом. Но и при этом не сядут под шафе на электросамокат или тем более в авто. Это наверняка будет учитываться после окончания пилотного проекта. Для жителей Таллина проезд будет бесплатным, для остальных пассажиров будет действовать обычная стоимость проезда. Сергей Овченков, Виталий Савинский. Новости Таллина. Новости Таллина. Продолжение следует...